Всем добрый день! Смотрите, сзади меня какая березовая роща. Это ГЭС-2 на Болотной набережной, и сзади меня березовая роща. И необычность ее в том, что она находится фактически над зданиями. Я сейчас пойду по Патриаршему мосту и приглашаю вас прогуляться вместе со мной. Вот смотрите, ГЭС-2, там набережная, и вот здесь вот начинается березовая роща. Вот там снизу, и в итоге она поднимается вот так наверх. Там проложены дорожки. Я так думаю, что нам нужно туда обязательно сходить. Но вот рядом с ГЭС-2 находится вот эта изумительная скульптура Большая Глина номер 4. Я уже ее показывала в своем видео, но все равно хочу вам еще ее поближе показать. А чтобы попасть в березовую рощу, нам нужно пройти через вот этот, ну я не знаю, как бы назвать, культурный центр. То есть это тоже историческое здание. Его восстановили. Здесь действительно находилась ГЭС. Вот его восстановили, это здание. И теперь тут, ну, наверное, можно назвать культурный центр. Там тоже внутри кафешки и какие-то арт-пространства. Но мы с вами идем в березовую рощу. Давайте я немножко вам все-таки покажу, что себя представляет. Это действительно называется дом культуры ГЭС-2. Прежде чем пойти в березовую рощу, немножко скажу, знаете, здесь есть кафешки, кинотеатры. Здесь можно снимать пространство для работы. То есть много-много всего. Тут какие-то проходят выставки, инсталляции всякие. Вот тут вот что-то книжное. В общем, много всего. Много всего. Открытое вот такое пространство. Сегодня, смотрю, народу не очень много. Ну и немножко расскажу, как я сюда вообще вошла. Значит, я сначала смотрю, стоит очередь. Думаю, ну все, буду сейчас стоять. Пускают постепенно. Нет, пускают всех, но для того, чтобы войти, нужно зарегистрироваться на сайте ГЭС-2, выбрать билет. Билет бесплатный, просто нужно пройти регистрацию. Вот у меня был билет с 6 до 9, но он уже с 5 часов, то есть с 5 до 7, он действительно на вход. Я не знаю, зачем это делают. Там указываешь свой имейл и телефон. Не знаю, зачем это сделано. Вот, то есть неважно, зачем ты сюда пришел, но зарегистрироваться нужно, чтобы войти. Вот сегодня не знаю, что здесь будет. Я, в принципе, сюда вообще не планировала заходить. Ну вот, теперь представление имейте, как это выглядит внутри. А вот там, вот здесь, кстати, можно поиграть в настольные игры. Лежат настольные игры. А вот там березовая роща. Я сейчас на втором этаже нахожусь. Есть еще третий этаж, есть минус первый этаж. Так что сейчас я опять не спущусь. Вот там тоже какие-то настольные игры. Там можно попить кофе, я так понимаю. Так что я сейчас опять спущусь вниз, и мы с вами пойдем погуляем. Ну вот я вышла. Прикольно здесь. Слышите звуки? Я так понимаю, вот из этих штук. Я не знаю, как туда подойти, но сейчас посмотрим, попробуем. Ну, сам вид красивый, правда? Здесь, оказывается, можно вот так по краешку пройти. Здесь, видите, огорожено. А сюда пройти можно. А нет, это не из них. Это вот там стоят динамики, и продолжается вот эта вот аудиоинсталляция. А здесь просто такие. Я даже не знаю, как сказать, арт-объекты, назовем их так. Погуляем по березовой роще. Ой, какие-то ощущения, что они искусственные, но они настоящие. Все фотографируются, фотографируются. Вот, эти-то динамики, из них это аудиоинсталляция происходит. Как классно. Такие дорожки проложены. Смотрите, как классно на фоне березок. Прикольно. Правда, гнузка такая, не в кассу. Ну, ладно. Ой, что-то так свет падает, что я вся блестю. Ну, ладно. Классно. Смотрите, здесь даже земляничка цветет. Видите, атланты уже отцвели. Так классно. Такие звуки. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, в общем-то, вот мы и на втором этаже Березовой Рощи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пойдемте сходим, посмотрим, как это будет выглядеть сверху. Продолжение следует... И я даже вот на себе это испытала. Вот я когда подходила к ГЭС-2, с той стороны, когда снимала видео, мне всегда хочется вот ее заснять. Ну вот, наверное, необычное все-таки привлекает нас, да? Вот так вот выглядит Березовая Роща издалека. Но все-таки пойдем посмотрим Москварику. Вот такой вид открывается отсюда, со смотрового моста. И вот в ту сторону. Прикольно. Прикольно. Ну вот такую, не такая незапланированная у меня получилась прогулка по Березовой Роще. Мне понравилось. Пишите в комментариях, как вам такая прогулка. На этом я закончу сегодняшнее видео. Но вы оставайтесь на моем канале. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. Комментируйте. Потому что обязательно еще увидимся. А пока я вам говорю, до свидания.